Вам предоставляется стабильное слово. Здравствуйте, пожалуй, члены Музея Конституционной Комиссии. Очень рада вас видеть. И добрый день всем. Так, прошу внимания, уважаемые члены комиссии, моя тема — особенность перевода музейного текетажа на материале текетажа Музея Истории подводных сил России имени Александра Ивановича Борнецка. Музеи являются прикрестками культуры страны, эпох и мировоззрений. Они являются огромную роль в духовном, культурном развитии человека, а также являются посредниками межкультурной коммуникации, помогая электронному гостю познакомиться с экспозициями музея. Роль посредника в общении гостей с экспозицией музея помогает выполнять музейный текетаж. Этикетаж — это собакуточность этикеток к отдельным экспонатам. Актуальное исследование обусловлено возрастающим с каждым годом количеством иностранных местей, что вызывает потребность в переводе музейного текетажа, а также слабоизученностью специфики перевода музейного текетажа. Объектом исследований выступил музейный текетаж, а предметом особенности перевода музейного текетажа на английский язык. Этикетический материал послужили этикетки музея истории, подводности России и Александра Ивановича Мармеска на русском и английском языках. Гипотеза является предположением о том, что музейный текетаж, как особый вид текста, имеет свои языковые особенности на лексическом и стратическом уровнях, свои особенности пунктуации и графического оформления, которые требуют отражения в переводе. Цель — определить особенности перевода музейного текетажа на английский язык, а также особенности на лексическом и стратегическом уровнях, графического оформления и по классам. Для достижения данной цели были два основных задачи, которые вы можете видеть на экране. Исследование началось с подсчета этикеток музея, их количество составило 569. Затем, согласно авторам книги «Музейная межкультурная коммуникация», этикетки были разделены на описательные и информативные. У нас на данной диаграмме информативных этикеток больше. Это означает, что музей дает только основную информацию в экспонате, ознакомляет посетителя с экспозиции. В информативные этикетки входит имя автора, название предметов, материал и год создания. При переводе этикеток информативного вида сохраняется графическое оформление и пунктация оригинала. Отсутствуют полносоставные предложения, вспомогательные глаголы, артикли. Все значимые слова начинаются с заглавной буквы. Парадокс слов изменен только в случае требований грамматики английского языка, либо традиции перевода. Приведем пример. Корт подводной лодки ставится в три позиции, то есть пересловом «severy». Рядом в скоб указывается его аналог на русском языке. Это является яхт отличительной чертой перевода экспертажа. Это сделано для того, чтобы у гостя не было зрительного расхождения между текстами этикеток, так как буква «щ» на английский язык передается четвертым буквами, у гостя могут возникнуть вопросы. Название подводной лодки ставится в постпозиции, то есть после слова «severy» оно не переводится, а трасситерируется. Анализ лексических особенностей перевода этикеток определил, что топонимы, коронимы, аргонимы, названия боевских званий переводят согласно их правилам перевода. Если антропонимы трасситерируются, название орденов, медали, виноград имеют устоявшиеся варианты перевода, аббревиатуры расшифровываются, переводятся, либо заменяются функциональным аналогом. Добавляем примеры. Если во всех остальных этикетках антропонимы трасситерируются, то в этикетках к орденам и медалям имена святых передаются с помощью транспозиции. Здесь мы видим первые две аббревиатуры, они расшифровываются и переводятся, а третья заменена функциональным аналогом, так как аббревиатура «Rosifisere» иностранному гостю не знакома. На данном слайде мы видим способы передачи названий предметных реалий. Примеры. Также при переводе переводчики применяли различные трансформации, такие как «добавление» и «опущение». Перейдем примеры. Обратите внимание на первый пример. Мирная школа и минно-петербургский класс были созданы для служащих нижних чинов, и чтобы отразить данный факт в переводе, переводчики добавили «ла-лы-лей». Во втором примере добавляется слово «сейлор». На данном слайде показывают примеры трансформации «опущение». Она применялась только к антропонимам, в составе которых есть отчество. Оно либо полностью опускается, либо сохраняется в его начальном обыкле. Второй тип этикеток – описательные. В них содержится подробное описание экспоната. Особенностями перевода описательных этикеток является то, что неполные двусоставные предложения и названные предложения оригинала заменяются на двусоставные. Также присутствуют сложные предложения. Особенности пунктации различаются только в этикетках к моделям подводных лодок. Аббревиатуры транслитерируются, и рядом сколько указываются и их варят на русском языке. Вот здесь представлены примеры. Жирные шифты, там фронтические основы выделены. Здесь тире заменяется на двоеточие в этикетках модели подводных лодок. И перейдем к выводам. Тщательно изучив особенности перевода этикеток на алифетическом уровне, мы пришли к выводу, что необходимо обеспечить единство визуального восприятия текстов, этикеток и экспоната. Этикетки обоих видов имеют общие лексические особенности, которые также одинаково отражаются в переводе. Исключением являются аббревиатуры. Синтексические особенности различаются, что также отражено в переводе. Репутационные особенности в целом сохранены. Исключением являются этикетки к модели подводных лодок. Согласно данным выводам, наши инфортизы подтверждены. Спасибо большое. Спасибо большое.